Привет всем, с вами Анталия. Сегодня я хочу открыть несколько посылок вместе с вами. Я сегодня сходила на почту и принесла просто гору оттуда посылок. Здесь есть как маленькие, так и всякие средние. Также здесь есть огромная-огромная коробка. Я не знаю, что в ней. Вот такая еще есть коробочка. Итак, первый конверт какой-то плоский. И мне кажется, что здесь рисунок какой-то мне послали. Причем он не сложный, даже если это рисунок. Да! Вот она, обалденный рисунок просто. Ну-ка, от какой-то девчь, как ее зовут, я вам прочитаю. Воронова Катерина. Город Салавак. Смотрите, какой обалденный рисунок на акварельной бумаге. Он выполнен акварелью и акварельными карандашами, наверное, да? В общем, большое спасибо за рисунок. Я обязательно куда-нибудь его повешу. Может быть, на холодильник или у нас в зале. Мне пока что такого формата огромного еще не присылали. Так, следующая посылочка небольшая. И здесь, по-моему, украшение на шею. Это инстаграмный магазинчик какой-то. Сейчас открою. Да, это украшение на шею, состоящее из маленьких таких разноцветных бусинок. Так, где тут застежка? Нашла вот здесь застежечка. Bite Me. Ну, вот, в общем, такая прикольная штучка. Буду с ней придумать какую-нибудь интересную фоточку. Так, далее. Такая небольшая посылка. Открываем. Хорошо, что я ножницы взяла, а то бы я сейчас порядовала, тут все делала макиями. А, это украшение, по-моему, девушка делает их сама. Сейчас посмотрим. Скорее всего так. Да, это очень красивое колье на шею. И вообще, это инстаграм-магазинчик, вот, да, Bite & Beat. Вот, хоть это видео как бы не спонсировано, но понятно, что мне досталось тут все на обзор, но это мне досталось для того, чтобы я сделала фотографию. Но, коли я снимаю это видео, я постараюсь все равно, какие магазинчики здесь упоминались, я постараюсь ссылки оставить в описании, потому что вдруг кому-то что-то понравилось. В общем, такое симпатичное колье. И, кстати, вот эти бусинки деревянные, а вот эти резиновые. Следующая небольшая посылка. Открываем. Она, по-моему, с Алиэкспресс. И внутри, это мой пришел брелок с пумпончиком, с фиолетовым пумпончиком. И пумпончик не простой, он с ушками. То есть, блин, немножечко отлежался, надо его поправить. Вот, здесь две подвески, такой кольцом. И забыла, как называется, вот такой крепеж. Помните мне, пожалуйста, в комментариях, забыла, как называется этот крепеж. Следующая посылка, это тоже Алиэкспресс. Мне кажется, что это, наверное, какая-нибудь канцелярия. Какая-нибудь, как будто я не помню, что я заказываю, да, я так говорю. А, нет, это не канцелярия. Это мои купальники пришли. Пришли купальники. Я их, наверное, поближе вам в одном из следующих видео постараюсь показать. В общем, это такой вот яркий купальничек с разводами. Здесь даже какие-то рисунки, не разводы, точнее, а похожи на мандалы, но упрощенная какая-то версия. И мне кажется, что труселя очень огромные. Ну, не знаю. Сейчас я после съемки все буду мерить и смотреть. И второй купальник под русалочку сделан. Я думаю, что очень многие его видели на Алиэкспресс. Это когда вот идут такие трусы высокие, которые закрывают даже бупок под рыбоньку. Под рыбоньку они сделаны. И вверх идет фиолетовый бюстгальтер здесь. Как бы ракушечки. То есть вы понимаете, да? Ариэль просто воплоти. Следующая посылка снова Алиэкспресс. И вот, наверное, здесь уже канцелярия. Мне придется после съемки видео, кстати, здесь все везде пылесосить и убираться. Это кисти для макияжа, которые я заказала маме. Вот они в черном таком оформлении. Но они очень хорошие. У меня такие в точности белые. Мама попросила заказать ей тоже. Поэтому мама теперь тоже будет с кистьями. Далее вот такая посылка. Здесь что-то гранит. Вы знаете, что это новая линейка, по-моему, корейской косметики. Я не помню, какая именно марка. Но, в общем, вышла серия с Гюттамой. Напишите в комментариях, кто это помнит. Это такой ленивый желток. А, Холика Холика это марка. Вот. Смотрите, значит, вышел здесь шампунь, по-моему, сухой для волос. Здесь также есть наборчик. Ой, для нейл-арта две пластинки наклеек и прозрачный лак. Кстати, это Санрио. Гюттамой Санрио. Дальше идет, значит, вот. А, тающий тинт для губ. И вот здесь большая коробка. Это... Большая коробка Лэйзи энд Изи. Это уже... Бутылочка для воды там внутри. Дайте посмотрим, как она выглядит. Ой! Бутылочка для воды с гидтамой. Какая прелесть. Не знаю, мне очень нравится этот желточек. Мне нравится, как он выглядит. И вот стиль. Как он разработан и оформлен. И также, по-моему, несколько масок для лица здесь есть. Сейчас достану. Вот такая маска для лица. Я почитаю, для чего она насыщение кожи влагой здесь написано. И вот такие вот две, соединенные тоже. Так что все. Поэтапно применять нужно здесь написано. Это двойные. Давайте откроем, наверное, сейчас самую-самую огромную. И в конце я открою посылки, которые мне пришлят издательство. Итак, сейчас остается открыться самой огромной коробки. Я не представляю, что там. Напишите в комментарии, как вы думаете, что там, пока я не открыла. Прям напишите в комментарии. И мы с вами посмотрим. Может, кто-нибудь изгадает. Скажу я вам, это дело весит около 3 килограмм. Ой. Что здесь? Как всего. Это, походу, посылка от кого-то из зрителей. Что? Ну давай, я здесь Валера приходила, смотрела, снимает ли мне. Это посылка от кого-то из зрителей. Девочка составила вот такую картонную обложку. Наталья Луфио написана. И внутри все было приклеено и подписано, что для чего. Но почта России немножко все поломала. Вы понимаете? Смотрите. Здесь есть промокашки слез счастья с Hello Kitty. Блокнотик тоже с котиком для важных заметок. Цветные приколюшки с Kittles. Здесь кафе 3 в 1. Я обожаю кофе в 3 в 1. Просто такая кисленькая здесь приклеена. Также здесь есть таблетки. Написано для внутреннего очищения. Уголь активированный. И наклейки. И вот здесь что-то еще было приклеено. Боже, как жалко, что оторвалось. Ну, потому что почта. Это просто почта. Мы с Валерой и с Никей. Камила. Республика Крым. Из Крыма посылка. Камила, я надеюсь, что ты видишь. И эта почта все сделала. Я не виновата. Спасибо тебе огромное за такое красивое послание. Это правда очень-очень мило. Безумно жалко, что почта, конечно. Но это все-таки почта. Я сейчас после съемки видео посмотрю, что здесь к чему. Потому что я еще не все рассмотрела. Здесь еще всякие вкусняшки, сладости. Здесь есть даже глюкоза с железом. Для профилактики написано. Здесь есть носочки. И здесь есть вот шоколадные сердечки и мишка. Итак, теперь я открываю посылку, по-моему, от издательства. Ман Иванов Фербер. Я показывать буду совсем скоро, что у меня новенькое появилось. Итак, приключения. Айрон Беккер. История без единого слова. Здесь, в общем-то, все в картинках. Далее идут вот такие две книги. Так, это у нас творческий дневник. «Кради, как художник» называется. Сзади написка «Пользуйте дневником». Сейчас я вам ничего тоже говорить не буду, потому что это для обзора на потом. «Книга гениальных идей и как их придумывать». «Братья Маклеот». И также вторая посылочка от Ман Иванов Фербер. Посмотрим, что у нас во второй. Это, кстати, по-моему, последняя посылка. Вот, во второй посылке. Начни сейчас, даже если не готов. Кейт Никель. Это опять творческий блокнот. «Как понять акварель» она называется. Здесь просто много всего написано действительно про то, как ей пользуются, как рисовать, техники, руководство для тех, кто хочет стать мастером. Опять, дело, я никогда им не стану, но акварель мне очень интересна, поэтому эта книжка, мне кажется, шикарная. И это обалденный подарок также. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы отдельную рубрику, где я открываю письма своих зрителей. Мне очень интересно. И ставьте большой палец вверх, если вы хотите такую рубрику. На этом я буду прощаться. Если вам понравилось это видео, то поддержи меня лайком. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментарии. Скоро будет видео про новые блокноты, про новые книги и канцелярию. На этом я буду с вами прощаться. Увидимся скоро. Всем пока!